ну что наступает зима буквально через несколько дней и поэтому наш гудронный коллайдер точнее пропановый коллайдер опять уставляется на обогрев помещения ну естественно перед установкой надо чуть-чуть барасетик нанести сейчас чуть-чуть брызнем чтобы красивый был смысл у нас какой поступающий газ закрывается центральным краном дальше он идет есть еще один кран на одну печку и второй кран есть на другую печку пропан отдельно с каждого крана поступает у нас каждый свою горелочку вот они у нас горелка одна горелка вторая вот она горелочка вот у нас тут происходит смесеобразование все дела там в общем поступает газ смешивается горит ну короче что вам рассказывать обычная горелка с катализатором керамическая да сейчас красота тут немножко наведется ой какая красивая будет там не обязательно там все равно скажешь горит там температура больше но пускай продувается это все соответственно вентилятором вентилятора с большого кондиционера с какого-то огромного промышленного он работает практически бесшумно значит что у нас получается принцип работы огонь горит в горелках вот там горит огонь подымается в замкнутый объем вот этой трубы пламя жара и все остальное в общем температура высокая проходит между трубок по лабиринту доходит до верха и соответственно что выходит выхлопную трубу а выхлопная труба уже потом пойдет на улицу это выхлопные газы что у нас получается горелка горит выхлопные газы уходят на улицу но во время ее работы прогревается куча куча вот этих трубочек они раскаляются становятся горячими и соответственно вентилятор вентилятор продувает сети трубки насквозь деньги там то есть весь это дым копоть и все остальное дым и копоть уходит на улицу а холодный воздух взятый из бокса проходит через горячие трубки выходит на выходе и соответственно горячим вентилятор мощный раздувается струя воздуха метра на четыре наверное да завихряется ну все такая штука сейчас я проведем немножко порядочек высохнет и подождем покажу уже в работе косметический ремонт скажем так окончен вот такая серая полуматовая полу глянцевая поверхность получилось когда она сгорит не знаю посмотрим но главное что как всегда перед вводом в эксплуатацию любого устройства она очень красивая блестящая как будто настоящие посмотрим что весной с ним будет насколько это все загорит и выгорит сразу можете писать комментариях а туда-сюда лошара у тебя нету хомутов хомуты есть раз-два еще и здесь будет 3 здесь а вот здесь пока хомутиков нет и запущу я сейчас ее без хомутиков вам покажу демонстративно а почему а потому что тут давление всего-навсего полторы десятых атмосферы ребят тут не 2 не 4 не 5 атмосфер полторы десятки но я обещаю что как только так сразу я куплю хомутики и тогда сразу же мгновенно я их сюда поставлю честное слово в марте месяце ну в течение года да в течение топительного сезона это будет сделано то есть надо будет надо 1 2 3 4 5 6 там 7 8 хомутов представляете это расходы какие это огромнейшие расходы 8 хомутиков надо вот таких купить вот поэтому да все устанавливаем запускаем буржуйка установлена в рабочий зимний вариант она будет стоять вот здесь под прессом под прессом то для работы на мешать не будет тут покажи демон ты же запросто достаешь до руками вот не подошел и спокойночка работает с прессом что надо что не надо да то есть под ногами вот этот сам корпус сидя не разогревается на него спокойно можешь руку он слона горячая да но как бы даже рукой можно терпеть то есть теплоотъем с теплосъем сами имеете мы трубками вентиляторов очень хороший корпус тепленький ну и что давайте подождем посмотрим как это выглядит значит что у нас происходит запалили горелочку включаем краник и пошло воспламенение то же самое со вторым открыли пошло воспламенение но можно подождать пока не нагреется прогреется можно сразу закрывать ничего страшного с ними не происходит закрывается него таким рычажком еще раз покажи да то есть как на большой фляге молочная все это закрылось за щелкнулась и вон там она у нас спокойночка горит за крепко и надежно смеси образования происходит вот тут снизу ребят снизу вот здесь вот там сразу же клёры форсунки воздуха все остальное то есть здесь можно вообще на пластилине все заклеить герметично ну и все и вот тут уже начинается вроде как тепленький воздух идти не сразу не сразу до минут пять надо подождать пока это железяка вся прогреется вот выхлопная труба вот еще дымоход не поставили ну что мы там увидим о пар идет аж камера вспотела так вспотела камера протрела вот мазутными руками протираем одикир ну тяга есть ветер сдувает пламя так но выхлоп в общем она еще вот буквально вот я рукой закрываю да и спокойно держу выхлоп то есть две горелки две горелки мощностью по 4 киловатта пламя пышет и горит но тепло дорогу сюда не выходит я рукой держу спокойно видите вот все тепло съедает вот эти трубки уже начинает выходить да ну и тут что делается а дальше все просто берется вилочка тыкается в розеточку вентилятор загудел закрутился вот и пошел ветер как на ветер показать а газетки а ну-ка надувай пакет сейчас теплым воздухом наберется видео и можно запускать воздушные пузыри то есть вот смотрите да мы заходим в бокс все смотрим печка где печка вы печку видите нет я тоже нет она есть и тепло дает и и тепло на как тепловой занавес видите вот работает а ну-ка вот до станка 4 метра расстояние то есть видите даже туда это все сдувает и раздувает а вот да кстати по прическе то пакета на вышли вахова и панкет пошел то есть от печки до станка здесь расстояние 4 метра все это продувается как раз это ворота въездные выездные все дела огромнейшая щель по низу работает как тепловой занавес то есть это все крутится рабочая зона штанок верстачок еще там что-то где-то да ну и тем более он у нас мобильный вы же помните я его делал на колесиках а ну да я покажу он просто стоит на ножках он просто стоит на колесиках то есть его можно поставить стак если надо вдоль бокса наискость еще куда-то ну то есть по ходу так мы потом еще трубу смонтируем я дополнительно вам покажу вот но в принципе температура еще маленькая ведь я рукой спокойно все это дело держу а температура уже оттуда идет все теплый воздух пошел можно как проконтролировать ну допустим мы его включили и у нас было не на тут было я не вижу ну пускай 4 градуса тепла да на улице кстати лед лед на улице уже у нас ну возьмем за исходное 4 градуса и вот сейчас минут через 20 посмотрим что будет ну чтоб было понятно по погоде погода у нас вот такая осень ветер грязь замерзший лед в машину это лед вот 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 я размолотил то есть такая температура около нуля да где-то вот лед где-то его насквозь и где-то почему-то не важно ну в общем может минус градусами может 0 ну вот так она сейчас минут 20 пройдет посмотрим на печку ну вот прошло минут 20 30 35 ну примерно до полчаса в общем температура настала тут сколько 12-13 градусов ну то есть до градусов 8-9 поднялось ада за полчасика но это с учетом того что все это помещение у нас промерзло насквозь так ну вот печка вышла на свои естественно рабочие режимы если мы ее откроем сейчас вот так все горит все плавится ну одна сильнее другая слабее ну вот ну это можно соответственно видимо подрегулировать да то есть мы можем прикрыть немножко одну печку прикрыть другую закрыть но не будем ничего этого делать пусть как есть так и есть так что печка у нас вышла на наши рабочие режимы за пол часика вот этот бокс высотой 3 метра ширина 4 метра и длиной 9 метров ну грубо 40 квадратных метров да тут есть это еще один аппендицит там еще за углом аппендицит есть зимний сад хвастался да бабушка у меня полочки отжала в общем ребят отопительный сезон начался можете меня поздравить в боксе будет тепло хорошо и можно соответственно что правильно чего нибудь делать что нибудь делать стучать греметь молотками жужжать штанками ну или чего нибудь приварить заварить там вон бабушка опять зимний сад устроила да так что если надо стройте себе печки обогревайте свои помещения не мерзнете зимой работайте в удовольствие ну и вот еще как показатель того что выхлопные газы у нас и тут холодненькие а термопистолет но это не важно да то есть вот бумажечка у нас лежит прямо на выхлопной трубе закрыла закрывает прикрывает она даже не пожелтела то есть температуры здесь нет все тепло остается там давайте я вам покажу еще как тут вентилятор у меня крутится вот он крутится вентилятор засасывает воздух прогоняет через трубы и в помещении идет теплый воздух ну а эту выхлопную трубу надо будет сделать и потом еще вывести на улицу ну а пока так ну а пока так ладно я уже начинаю по второму-третьему кругу об ином и том же всем всем большой привет всех с наступающим зимой всех с наступающим новым годом ну и до свидания так маленький по скриптам естественно всех интересует расход газа значит вот эти две печки мощностью по 4 киловатта в коробочке в инструкции написано что потребляем мощность 290 граммов 300 грамм пропана в час стандартный баллон 40 литровый у нас помещается 20 литров 20 килограмм 40 литров но 20 килограмм плотность пропана 0,5 у бензина 0,7-0,8 не помню но не важно то есть 40 литровый баллон это 20 килограмм 20 килограмм делим на 300 грамм что мы получаем 60 часов непрерывной работы то есть одна горелка будет работать на одном полном пропанном баллоне порядка 60 часов правильно? правильно вот и считайте то есть ну допустим рабочий день у нас будем считать 8 часов 60 разделим на 8 что у нас получается 68, 64 то есть или там 67, 42 в общем один баллон на полную рабочую неделю 8 или 9 часовой рабочий день одного баллона мы палим 2 печки то есть нам должно хватить на одного баллона соответственно 3-4 дня но все дело в том что в этом режиме она работает первых полчаса потом температура нагоняется и мы ее закрываем просто-напросто один из баллончиков любой кран закрыли то обычно я закрываю вот эту печку для чего? так у горячих газов более длинный ход они вот так идут между трубами здесь проходят, проходят, проходят и соответственно до выхлопной трубы аж туда идут то есть они успевают больше тепла отдать и холодные газы уже почти остыщие уходят на улицу а труба на всем своей длине нагревается и выдувается продувается воздухом то есть тепло уходит в помещение то есть у нас, говорю, да одного баллона в этом комбинированном режиме одна-две печки хватает на неделю непрерывной работы 8-часовой рабочий день так что сами считайте выгодно это или не выгодно на сегодняшний день пропан стоит ну порядка, будем считать 25 рублей за килограмм за литр, да то есть баллон заправить сейчас получается опять же, округляем 1000 рублей то есть 1000 рублей на неделю на отопление много это или мало? ребята, смотрите сами если у вас есть хорошая работа или которая целесообразна тогда есть смысл полить эту печку значит, почему я остановился на газе? я живу в степи дрова купить у нас как бы проблемно и не хочу вот это дрова колоть и все остальное прочее зимой я работаю мало вы все это знаете практически так в свое удовольствие поэтому собрался с духом запалил печурку поработал, нет поэтому мне хватает одного баллона бывает даже на месяц до времени но если зима холодно там, допустим на улице минус 20 здесь в этом помещении я этой печке просто не могу нагнать даже плюсовую температуру я и не нагоняю когда большие морозы я просто сижу дома ну, находим чем другим заняться да? так что вот так один баллон для этой печки полная 8-часовая рабочая неделя дальше считайте сами ну, а теперь действительно всем пока но, кстати эти горелки рассчитаны для работы и на метане на природном газе так что опять же есть о чем подумать до времени снега боится чтобы я пока чтобы